Продолжение следует... 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 И когда в храмах встали картины, иконы, изображения, и вот в VII веке в Константинополе на трон встал Лев III, он Исофрянин называется, и он дал приказ евреев обратить в христианство. И евреи не могли обратиться в христианство, у вас, говорят, идолопоклонство. И тут уже мусульманство появилось, Магомед, и они сказали, христиан надо же так же уничтожать, у них есть джахард, то есть священная война, как язычников, потому что это те же идолопоклонники. И Лев III действительно говорит, до чего дошли, это действительно идолопоклонство, что евреи, что мусульмане говорят, и мусульманство возникло, потому что это страшная ересь вожла вот это идолопоклонство. И тогда он дал приказ не целовать иконы, не целовать, пусть останутся как картины. Люди не стали слушаться, тогда он говорит, поместить иконы на два метра от пола, чтобы никто дотянуться не мог поцеловать. Тогда целое восстание началось. Он тогда еще дальше идет, вынести все иконы из храма. Это уже седьмой век, понимаете? Седьмой век. Вынесли иконы из храма, но все делалось не силой убеждения, а силой физической. Вот в этом и слабая сторона, что этого императора не силой слова боролись, а физической силой. И вот в Константинополе была одна известная Ирина, была их иконопоклонница. И чтобы ей остаться у власти, она приказала выколоть глаза своему восьмилетнему сыну, чтобы он никогда не пришел к власти. Сама стала властвовать. И потом ей удалось созвать Седьмой Вселенский Собор. 781 год в Константинополе. Седьмой Вселенский Собор. И вот там от римского Папа были посланцы все, и там они постановили восстановить иконы в их почтении. Правда, там есть такая оговорка. Впрочем, почитать не само дерево, а кого оно изображает. Но это опять было забыто все. Римский Папа прислал свое благословение. И там, значит, анафема произнесена кому? Иконоборцам. И вечная слава Папе Григорию Второму. Вечная слава Иоанну Дамаскину. Потом православные будут стонать, что Папа взял власть полную. А сами ему эту власть и давали. Вечная слава Папе Григорию Второму. А он что сделает, это Папа? Буквально через 120 лет, уже его преемник, когда племя Лангобардов, это варварское племя, захватило Ватикан. Он пишет такое письмо, я вот в оригинале читал, вы содрогнетесь, братья, какое письмо пишет. Какую ему власть взял? Короли, Карломан, Карл и Пипин. К вам обращается апостол Петр. Не Папа, а апостол Петр. Верховной властью апостольства я вам приказываю. И это же говорит Царица Небесная, Богородица. Срочно идите и освободите Рим от ненавистных Лангобардов. Я вам забронирую хорошие места в раю. Я вам пошлю нисхождение и здесь. Но если вы не послушаетесь меня, то вы будете под вечным прохлятием. Вот до того дошло вот это. И что же? Иконоборчество было уничтожено. И там, значит, что? Торжество иконопоклонения. И начались репрессии на иконоборцев. Вот 700, простите, 820 год считается праздником православия. А на чем он был основен, около 100 тысяч иконоборцев были потоплены в озере. Вот на чем оно зиждется, вот эта икона поклонения. Так вот, кратко не ответишь на такие вопросы. Вот здесь Откровение, 12 глава 7-9 стихи. «И ангелы воевали против дракона, и ангелы воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Ну, братья, это связано с особыми толкованиями. Я только скажу, что горе живущим на земле, ибо к вам сошел дьявол как? Во всей ярости. Если мы вот Ефесиным читаем 2 главу, что князь, живущий в воздухе и действующий в сынах каких? Противление. Да там вот такая. Но тут еще вот задают вопрос, вот кто такой, 12 глава, «Явилась на небе великое знамение жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна». Это не церковь, конечно. Я склонен к толкованию Ивана Вениановича Каргеля, что это еврейский народ, который воспринял, что это лжемессия, антихрист, который ждет мессию настоящего. И вот это еврейский народ, жена, которая должна родить младенство, то есть будущему передать, кто настоящий мессия, кто должен в тысячелетнем царстве править. И вот на таких-то гонениях были особенные. И вот жена убежала в пустыню, то есть опять скитается этот народ. То вот в этом плане, наверное, это будет так. И еще. Ну вот тут тоже жена, бежавшая в пустыню. Я уже сказал, ну, братья милые, чтобы не утомить вас, я все-таки хочу вот эту последовательность, изложить. Много толкований и откровений, много. Но классическими считаются толкования Бог Мильдера. Сейчас появились толкования даже Билли Грейма. Интересное толкование Канатуша. Это белорус. Есть толкование Ивана Вениновича Каргеля. Мне оно как-то близко. Почему? Я вот подростком, 14-летнем, 15-й, я его переписывал в труки. Но не потому, что мне оно было нужно. Я вел очень нехорошую жизнь тогда. А для дедушки. Дедушка меня попросил, чтобы я его переписал. Я вот несколько месяцев сидел, переписывал. И детская память как-то впитывает это. Еще скажу, есть оригинальное толкование Исаака Ньютона, того самого знаменитого ученого, который три закона мирового тяготения открыл. Он тоже был богослов номер один. У него очень удивительное толкование. Я держал эту книгу, читал, изучал. У Александра Анатольевича Шалашова мог взять. И их всего было две книги в России. Удивительное толкование. Я тогда еще должен был три года юридически отработать после консерватории. И преподавателем был. И помню, там педсовет собрался. Как вы можете верить и все прочее. И у меня была вот эта книга откровений. На корочке прям Исаак Ньютон в парике изображенной такой. И толкование откровений. Я говорю, кто это? Исаак Ньютон. Так вы говорите, отсталый, что он тоже отсталый. Посмотрите, это толкование откровения. Исаак Ньютон. Мы тогда грубо, правда, выразили. Я говорю, Исаак Ньютон верующий, а не какой-то атеистический шнурок. Говорит, я вот так показал. Так у него очень точное толкование. Вот о Николаитах и все прочее. Поэтому мы где-то сейчас что-то будем касаться. Но в основном, я хочу сказать, что откровение Каргеля, оно преподавалось на библейских курсах, оно как-то более нам близко. И хочу сказать, что вот сейчас 10 книг вышло. Вы, может, их кто-нибудь видели. Заочный институт библейский. Это выпустили регистрированные церкви, как германский подарок. Там 10 книг. История христианства Карев и Сумов. Вот это все потом другие там. Мне очень понравилось, что о музыке там такое фундаментальное исследование. И что не поощряется вот эта джазовая музыка. Очень хорошая книга христианская этика. Но когда я читал вот эту историю христианства, то я удивлен был, что вот откровения Каргеля почти полностью не взяли. Ну, это тоже нам хотя бы вот это приемлемо. Ну, давайте теперь обратимся вот к откровению Иоанна. Послание семи церквам. Все, мы, конечно, не будем брать вот эти семь церквей только. И в чем особое откровение было для Иоанна Венеевича Каргеля? Ну, мы вот совсем недавно были на могиле его. Лебедин. И опять действительно, братья, вот кого-то мы почитаем, все. А вот я там встретил брата, дедушку которого хоронил Каргеля. Некому было похоронить. Лошаденка, один брат и двое плакали сейчас над гробом. Вот вся похоронная процессия. Боялись, боялись, что кто увидит. Вот так уходили в вечности эти наши толкователи. Ангел Ефесской Церкви напиши. Я не буду прочитывать все послание. Самое главное, я буду обращать внимание на недостаток. В Ефесской Церкви высказан недостаток. «Но имею против Тебя то, что Ты оставил первую любовь Твою». Каждое послание, оно соответствует определенному историческому периоду в истории христианства. Это апостольский век. И век учеников апостолов. Учениками апостолов считается кто? Поликарп, Ириной, Варнава, Игнатий. Игнатий несколько раз в своих посланиях называет себя богоносцем. По преданию, опять по преданию, это тот самый мальчик, который Христос поставил и сказал, «Кто не умолится, как дитя, не войдет в Царствие Божие». В чем вот это оставление первой любви? Мы знаем, что, вот я уже сказал, что принц всеобщее священство, он был уже в христианстве, уже Петр написал послание, но вот эротизбранец царственного священства. Но стало неравенство в христианстве появляться. Там мы видим, что все было общее, и не было даже кому больше, кому меньше. Когда стал ропот у еленистов, то в шестой главе Дияния избираются семь деканов – Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен, Николай, Антиохит, забращённых язычников, чтобы все было порвано. Но потом появлялись имущие. И что потом уже стали появляться у учеников апостолов стремление к возвышению особой роли епископа. Раньше епископ избирался, как и пресвитер, избирался для служения, быть слугою. А вот Игнатий в своих посланиях, Игнатий, он был осуждён в смертной казни и шёл в Рим на казнь. И пока шёл долгие годы, писал послания. И вот в этих посланиях он несколько раз себя называет богоносцем и увещевает и заклинает «Слушайте епископа, что бы он вам ни сказал, слушайте его». Вот это было первое начало возвышения роли епископа, которое потом привело к возвышению римского епископа, который стал римской папой. Вот это считается оставлением первой любви. Что интересно, Иван Вянимович Каргель толкует откровение, он проводит такой параллель. Семь церквей, и он параллельно относит толкование с семью притчами 13 главы Матфея. Там тоже семь притч. И для вас будет очень интересно. Может, кто это уже знает, придётся повторить. Но первая притча какая? Вышел сеять и сеять, да? Иное зерно. При дороге упало, птица поляло, на каменистую взошло и засохло, в тернии, которые заглушило, и добрые почвы. Я вот, когда на селе где-то проповедую, я говорю, у вас нет таких трактористов, которые вот по грунтовой дороге, по каменке тащили сейлку и сели? Нет, у нас таких нет. А вот на камне где-то нет. А в посадку заехал и сеял? Нет. А вот тут сеятель везде сеял. Это говорится о том, что будет проповедано в Евангелии где? Везде. Какая бы почва ни была, Христос знает, что там не прорастет, но Он сеял, чтобы никто не сказал после, Господи, за что ты меня судишь, я не знал. Вот это посев. И вот эта притча, она, как кажется, изображает, вот это обильный посев, евангельский век. Но там уже что? Прилетели птицы, и что? Поклевали. И птицы, кто такие? Помните, братья, по толкованию? Христос как толкует? Птицы, кто приходит? Лукавый, лукавый. И похищает. Вот это запомните, пожалуйста. Ну и когда мы переходим к ангелу Смирской церкви, то мы видим, что Смирской церкви не сделано ни одного порицания. Две церкви только, которые не имеют порицания, Смирская и Филадельфийская. Но Филадельфийская имеет особое преимущество, потому что в Смирской церкви вот дьявол будет ввергать, будешь иметь скорбь дней десять, претерпевшие до конца. А, тут еще надо претерпеть все это. А Филадельфийская церковь уже церковь обетования. Помните? Ну, мы и придем к ней, что и так как ты сохранил слово терпение бы, то я сохраню тебя от годины искушений, которые ведут на все. Там уже церковь обетования. Смирской церкви не сделано нареканий, но она была чиста тем, что в гонениях она устояла и сохранила слово Божие. А вот когда мы проводим аналогию с Мирской церкви и второй притчи из 13 главы Матфея, то нам открывается одна тайна. А какая вторая притча? «О добром семье посеем на поле». Домовладыка посеял семя, а враг подсеял что? Плевелы, да? Вот. И когда взошло семя, взошли плевелы. Рабы говорят, ты же сеял добрые семя, откуда плевелы? Враг подсеял. Давай мы их выберем. Не надо, потому что выбираю можете пшеницу, оставьте все расти до жатвы, а потом пошлю жнецов, они соберут плевелы, в связке сожгут, а добрую пшеницу сыпят в амбары. Хорошо. И когда ученики попросили истолковать эту притчу, то Христос прямо сказал, поле есть что? Мир. Вот это надо обратить особое внимание. Поле есть мир. И вот и православные сейчас говорят на протестантов, что вы, вроде, хотите критиковать? Оставьте! Христос дал право все расти. Даже вот Кураев, вот этот, который я упоминал, он говорит так, мы в храм, ну, он прямо говорит, такой, что мы в храм вваливаемся толпой, а после Евхаристии уходим церковью. Да позвольте, братья, что у нас церковь? Вот это просвирка делает, и глоток вина? Конечно же, нет. А ему задается вопрос, ну, хорошо, вы ввалились толпой, ушли церковью, а на следующий раз вы вваливаетесь опять толпой, да? Да значит, это не сделало вас церковью. Церковь делала, что рождение свыше. И вот в этом плане мы с вами обращаемся, что церковь сохранила свою чистоту, именно потому, что плевелов в церкови не допускалось. Посланник Евреев, 12 глава, 14 стих, мы читаем такие слова. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. И там дальше. Наблюдайте, чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда, и живо им не сквенились многие. Поэтому, братья, плевелы в церкви быть не должно. Плевелы в мире, и мир мы не трогаем. Вот там нам нечего делать, потому что Христу преподнесли динарий, помните, да? Закваска Иродова, чье изображение. Хорошо, что он так, кесаревый кесаревый божий божий, поэтому и нам мира не касаться. Но церковь, Христос говорит, единственная, чистая моя, голубица моя. Но вот как раз в это время, три века, мы уже говорили, что вошли ереси в церковь. Одна из них орианская, мы уже говорили. Потом ересь стала входить, керинфская ересь, не коринфская, керинф. Это гностик. И также ересь Симона Волхва, гностицизм. Они внесли совершенно чуждое учение, что мир – это создание и доброго, и недоброго существа. Добрый дух – недобрая материя. Поэтому материю надо всю эту изживать, и все прочее. Эти вот манихеи, они не вкушали даже плод с яблока, с яблони не срывали. Вот упадет, тогда можешь есть, а сорвать не имеешь права. Вот до того у них все это было, чтобы плоть эту изничтожить. Но это вот входили ереси. Они не допускались, и церковь торжествовала, торжествовала, устояла. И слава Богу, что вот ей нет нареканий. И вторая притча «Плевели на поле», всегда мы будем говорить, что плевелы – это мир, а не церковь. Церковь – это не мир. Мира мы нет, а в церкви плевелы должны быть. Дальше мы читаем третье, третье послание. 12 стих Откровения 2 глава. «И ангелу пергамской церкви напиши». Так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас здесь живет, сатана умершлен, верный свидетель мой антипа. Но имею нечто немного против тебя, потому что у тебя держащие учения Валаама, который научил Валака вести соб на сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенные, и любодействие. Так у тебя есть держащие учения Николаидов». Пергам. Почему здесь написано «Живешь там, где находится престол сатаны?» Потому что Пергам – это действительно была столица бога Эскулапа. Этот бог, ну, конечно, бог с маленькой буквы, назывался богом врачества и медицины. Изображался он в виде огромного змея, и был храм этому змею. Много маленьких змеят. Ну, так, в скобках могу сказать, что по макету этого храма почему-то построен мавзолей. Я не знаю, почему, это не буду касаться. И вот змей, почему назвал престолом сатаны? А дьявол кем изображен? Тоже кем? Змеем. И вот там был храм, и содержались эти змеи. А вот это по преданию, это уже вот, а это предание мы можем воспринять. Я говорю, предание, которое совпадает с Писаем, мы воспринимаем. Антипа был пресвитером Пергамской церкви, и бог ему подарил дар исцеления, причем не какими-то методами, а просто вот как у Якова написано, болельно пусть призовет пресвитеров в церкви. И жрецы вот этого храма Эскулапа восстали на Антипу, замуровали его в чрево железного быка, и медленно стали раскаливать железного быка. И такой мученической смертью он умер в этом чреве. Верный свидетель Антипа. Ну и хочу так сказать для тех, кто особо тайно проникает, что вот эмблема, она перекочевала в современную медицину. Она тоже изображает кого? Змея, да? И причем очень хитрая эмблема. У медиа, как она толкуется от всякого яда, есть противоядие. Но что яд? Чаша или змея? Скажите. Кто ядом является? Змея. Так если от всякого яда открой рот змеи, из чаши ли ей противоядие, а тут нет другое. Змея обвела чашу и в чашу пускает что? Но это вам для размышления, а то кто-то больше не будет таблетки пить, я не против этого. И что посмотрите, что имеет? Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя держащиеся учения Валаама. Ну, Валаам, вы знаете, языческий пророк, царь Моавицкий Валак, призвал его, чтобы проклясть Израиль, он не проклял. Но, как раскрывается, дал такой нехороший совет, что вы не победите этой народ, вы живите мирно, пусть вот они ваших дочерей присматривают, берут, ну, может, кто-то пойдет туда, и что мы считаем? вот там 24-й глава числа, и прилепился Израиль к Валфи Гору. Вот это было страшное состояние. И помню, что Финеес только прекратил вот это поражение, пронзил там израильтянина и дочь этого мавитянского князя какого-то. вот Валаам, что это звучание? Связь с миром. Это была эпоха Константина как раз. Вот это полная связь с миром. С 30-го года полная связь это была. После вот этого Первого Вселенского собора полная связь с миром. И теперь уже церковь в лице вот этих архиереев поощряет все действия государя. Поощряются войны, защищаются войны, благословляются войны. И потом во все века и католицизм, и православие благословляло все войны. Уже заповедь не убей, она упразднена. И когда Византия пала в 1453 году турки захватили, то оплотом православия стала Россия, Русь святая. Это потом бы я мог сказать, но это другая уже тема. Там как Третий Рим, а Четвертого небыватый. То есть Русь взяла на себя роль защитницы православия Третьего Рима. Вот когда это дошло. Но а какая это была защитница православия, я бы тоже мог много сказать. Если у православных один раз имеет право венчаться в церкви, то Иван Грозный защитник православия семь раз венчался и венчали его господари и все прочее. Все пошло на то, что церковь слилась с миром и стала защищать и даже стала под пятой мир. Вот это учение Валаама. Но тут еще упоминается, есть учение держащее Николаитов. Вот это загадочное учение и толкование разное. Ну, я лично вот у Ньютона высоко читаю, что это Николай был один из семи деканов. Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен, Николай, антиохийцы. Там еще сказано обращенный из кого? Из язычников. И вот Ньютон толкует, что он вел ересь такую от того, как мы больше грешим, произобилует благодать. То есть, жили совершенно греховной жизнью, но, как вот сейчас говорят, спасение невозможно потерять. Понимаете? То есть, все, не прощено, что сделаю, что будет сделано. Вот это ужасное учение, Искан Христос, я ненавижу это учение, но есть другие толкования. Некоторые толкуют, что Николай, вот как раз Канатуш толкует Николай, имя само очень символичное, Ника это победа, Лаос народ, то есть, победитель народа, то есть, это тот, который попрал всю демократию в церкви, все братский совет и сам стал главенствовать, то есть, деотрестовать в церкви. Есть и такое толкование, но и то, и другое, оно было, что, неугодную Духу Святому. Теперь, если мы проводим аналогию с третьей притчей из 13-го Лавы Матфея, то там раскрывается еще больше. Третья притча какая? Ибо Царствие Божие будет подобно горчичному зерну, посеяно на поле, да? Которое меньше всех семян, но куда вырастает, становится злаком и даже чем? Деревом. И птицы укрываются в его ветвях. И вот, если брать догматику православия, то 4-й век это расцвет христианства. А я вам уже говорил, что другая история, говорит, что это предательство всего христианства. И вот это зерно горчичное, они толкуют как? Рост христианства. И у нас тоже толкует толкование, что это христианство так разросло, все стало из маленького много, но тут другое надо обратить внимание. Вот Иван Вениноч Каггер тоже неестественный рост этого зерна. Оно не только злаком, деревом стало. И в дереве укрываются кто? Птицы. А птицы по первой притче, я просил обратить внимание, кто это? Лукавый. Вот это внешний рост, а лукавство было, что внутренне все было изжито из церкви. Она стала мершленной и стала полная такая неприглядная состояние. Но разрослось, храмы, да, приспособления, все, но внутреннее там было попрано. Дальше ангелу фиатирской церкви. Значит, первый период апостольских учеников, второй период это десять гонений римских до третьего века, четвертый период, период Константина и до шестого века, вот когда церковь отступала. Но я сразу хочу уговориться, что сейчас православные много приписывают католикам. Вот они отступили и все прочее. А я всегда вот так рассуждая, говорю, что до тысячи пятьдесят четвертого года православные католики были одной церкви, католической, а католическая в переводе на русское вселенская. То есть, я одному сказал, вы на одном колесе косились. И вот в тысяч шестнадцатом году индульгенции приняли, вы тоже их приняли. И Русь приняла христианство в девятьсот в восьмом году, вот таким она ее приняла, с католической закваской при всех. Поэтому нечего сейчас на католиков говорить, ну, только одно еще хочется сказать, как отступление. Когда у нас был диспот в Краснодаре, там прям в храме, как он произошел? Мы с благовестием приехали, были сняты два зала утром и вечером, и вот священник, с ним еще приходили, забрасывали вопросами. И я понял, что если отвечать на вопросы, у нас никакого благовестия не получится. Я сказал, хватит вопросов, мы приехали благовестовать. Нет, отвечайте на вопросы, позвольте, на вопросы будем вас в храме отвечать, а вы тут не командуете, пожалуйста. Они ушли, а вечером у нас большой кинотеатр там был снят, они вот так оцепили его, с иконами, со всеми, это священники, его тут послушники, и не дают людям проходить. Ну, я пришел тоже, говорю, что ж вы делаете, это нечестный метод, но не стали говорить, и все, и прочее, и тут, значит, подбегает старушка клюшками, ополчиной бы сейчас тебя огреть вот этой. И он, мильник, и за что ж меня угревать? Меня, говорю, коммунисты, вот 9 лет в тюрьме угревали, и ты угреть хочешь? А священник, а что вам, плохо жилось при коммунистах? Я говорю, мильник, вот у меня реабилитация за 9 лет, тебе не знаю, ну, вот так пошло, говорю, в общем, пустите нас, пустите, не препятствуйте, ну, там народ вошел, зал до 700 человек было, все, давайте диспут, я говорю, никакого диспута, ну, у нас было преимущество, у нас микрофоны, вот, хотите диспут в своем храме? И мы провели благовестие, надо же, приходит послушник, говорит, настоятель приглашает вас на диспут, и мы поехали, еще там братья с Краснодарской церкви, там был диспут, где-то около 2 часов, ну, и вот там был диспут, ну, он там столик поставил, мы за столиком, ну, наш ансамбль был очень такой, со взгляда все понимали, гляжу, они хор готовят, я только тон дал, и сразу ансамбль запел, ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь, хорошо позвучало, ну, потом, значит, вопросы, 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 он очень настойчив был, ну, и вопрос начался, что, вы сектанты, я говорю, на каком основании, вы отсеклись, от кого, от церкви, от какой, от православной, простите, мы с православными не имели никакого дела, мы отсеклись, от римско-католической, которую вы называете, они еретики, они еретики, да, говорю, мы от еретиков отсеклись, это разве плохо, а вы от кого отсеклись, мы ни от кого, ни от кого, говорю, как, а в 1054 году, вы себя назвали кафолическими, то есть, ортодоксальными, то есть, православными, а была вселенская, католическая, вы же отсеклись, они еретики, я говорю, ну что ж, вы в 1054 году отсеклись, мы в 1518 году отсеклись, значит, сектанты вы и мы, чего же ругать друг друга, не, 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 я говорю, давайте за круг что-то другое примем, да, давайте другое, давайте Библию, давайте Библию примем за круг, но же, когда вопрос прошел о Библии, я говорю, так ваш сколько преданий принято, сколько откровений вообще не признали вы, да, кто сектант, вы или мы, так вы сектанты, и один брат там, я не помню, кто стал, вот из этих, из рядовых братьев, вот вы, говорит, говоришь, у вас преемственность священства, а по какому чину у вас преемственность, по чину Мелхиседека или по чину Аарона, он так растерялся, наверное, все-таки по чину Мелхиседека, вот, говорит, странно, а твой владыка сегодня мне два часа, доказал, что у него по чину Аарона преемственность, так вы хоть между собой, договоритесь, есть ли какая преемственность, ну и забегая вперед, братья, еще что скажу, что они, именно самый главный, вот этот у них тезис, что у нас нет преемственности священства, она есть, братья, если даже по букве подходить, она есть, вот, были такие анабаптисты, когда реформа была Цвингли, Кальвин, Лютер, они ее не довели до конца, они остались где-то крещенцами, и государственные церкови все равно остались, у нас нет времени сейчас говорить, как Кальвин хотел вообще теократическую республику сделать, а вот анабаптисты, они говорили, что нельзя детей крестить, они стали перекрещивать детей, и анабаптисты, это было, знаете, нарицательно, их ругали этим словом, перекрещенцы, понимаете, но они решительно пошли, и вот Кондрат Гребель, он был католический священник, и в 1525 году, когда уже Цвингли не пошел на это, чтобы детей не крестить, он при всенародно на площади в Цурихе, в Фонтане, принимает крещение от Блаурока, и уже он стал крестить, как в полном праве с преемственностью священства, Габалтазар Купмайер, он 6000 душ крестил только в Моравии, в 1525 году его сожгли на костре, дальше, Менно Симонс, в 1537 году, он стал тоже католический священник, он стал баптистом, он вступил в общество, Анна Баптиста, потом уже стал баптистом, общество, и вот они нам особо близкие, их стали гнать, их стали терзать, сжигать, и вот составитель истории, который я вам говорил, Хуго Гонсалес, он говорит, что вот за эти 100 лет, Анна Баптистов было больше истребленно, чем за 300 лет христиан при римских гонениях, вот как оно, братья, утверждалось, вот это наше учение, и если бы мы их всех вот знали, потому что много неизвестностью покрыты, их крали, находили все, Анна Баптистов смертный приговор, и вот самое интересное, что приговоры смертные подписывали католики, ну, может, не надо особо пространять, но и Цвингли, и Лютер тоже подписывали приговоры, поэтому, братья милые, вот это преемственность у нас есть, и вот когда уже их стали гнать везде, то их догнали до России, и Екатерина разрешила им поселиться, и вот эти поселенцы, минониты, они Украину заселили, Кавказ, и вот штундисты украинские, это те самые, которые ходили на час молитвы к ним, штунды, по-немецки час, они воспринимали веру, поэтому нам минониты очень близки по убеждению, и потом у них догматика стала полностью баптистской, вот, но все-таки мы никогда этой преемственностью не должны как-то гордиться, или что, потому что апостол Павел нам пример, что Бог избирает избранный сосуд в определенное время, когда Богу это нужно, кто из апостолов рукополагал Павла, скажите, Анания помолился, чтобы он только прозрел, крестился, и все, а он стал избранным сосудом, поэтому Бог в любое время избирал сосуды, ну, я даже хочу сказать, что вот если бы дальше мы углублялись, сама догматика православия опровергает их тезис, вот, брат подтвердит, что там вот в православии было такое старчество, например, Нил Сорский, Величковский, Серафим Соровский, и там вот такие старцы, которым сходился народ, но которые, в общем, не были рукоположены, понимаете? А через них Бог все равно действовал, так опять нарушается это священное предание, что передается священство, и вот Сергей Кобзарь до такого святотатства доходит, он пишет, «Неважно, что батюшка грешный и любит венцо, лишь бы на нем пребывала преемственность священства». Это ужасно, братья, это ужасно. Я немножко отступил от темы, но я уже скажу вам о 44 главе из Икииля, посмотрите, никакой преемственности не остается, если отступление 44 глава из Икииля, там сказано, что отступившие, они теряют священство. 44 глава, 13 стих. «Они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать предо мною и приступать ко всем святыням моим и святому святых, но будут нести на себе бесславие свое и мерзище свои, какие делали». Вот, что об отступниках говорится. Вы понимаете, настолько обширная тема, я сейчас очень сильно занят этой темой. Вот были узники Соловков, там православные были созданы узники, они сейчас дали данные, что все архиереи православные или сотрудники, или работники КГБ, они говорят, что они полностью потеряли священство, они не имеют права на это священство на основании этого. Ну, и другое, если православные возбудут, говорят, что у нас есть преемственность священства, опять я вам скажу данные. Значит, в 1053 году главой Восточной Церкви был Константинопольский патриарх Михаил Келуларий, а в Риме Римский Папа. И вот у них был спор там монофизитство, монофилитство, и друг друга все время обвиняли в ереси. И вот, когда Михаил Келуларий готовился к Евхаристии, подошел кардинал римский Кумберт, посланник римского Папы, и на алтарь ему положил папскую буллу, отлучается еретик Михаил Келуларий и все его приверженцы. Ну, Михаил, конечно, не заметил такое же послание, послал римскому Папе, что он тоже еретик. Так вот, получается, ваше, говорю, преемственность еретическое, вы все еретики. А вот еретика может остаться преемственность или нет? Никакой не остается. Поэтому, братья, когда вот будет у вас какие-то разговоры, чтобы вы могли вот немножечко это знать и как-то употреблять. Ну, я возвращаюсь дальше к четвертому посланию. Ангел Феотистской церкви напишет, так говорит Сын Божий, Который в очи, как пламень огненный, знаю твои дела. А дальше что? Но имею немного против тебя двадцатый стих, потому что ты попускаешь жене и изовеле называю себя пророчецей учить и вводить в заблуждение рабов моих любодействовать и есть идоложертвенные. Это четвертый период, самый ужасный, период средневековья, от шестого века до реформации. Это столько было введено заблуждений и отступлений, что чистого источника даже было трудно и разгадать уже. Одни отступления. Вот эта вся смесь преданий вошла, почтение этих преданий. И самое главное, что Библию можно воспринимать только так, как натолковали ее отцы церкви. Вселенские соборы, а мы с вами говорили, как Вселенские соборы, один ошибался, другой провергал, потом опять, 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 понимаете, вот что. Поэтому трудно. И опять во многом католики осуждаются. В 1016 году ввели индульгенции. Индульгенции купи грамоту и получаешь прощение грехов. Мало того, какие ты сделал, какие сделаешь, если побольше заплатишь. А потом уже дошло до полного святотатства. И вот немножко из истории хочу сказать. Когда в Цюрих, это уже в 1517 году приехал продавец индульгенции, Белгард, монах, то один из будущих протестантов спрашивает, а вот если за избиение монаха прощается или нет, ой, это очень дорогая индульгенция, но все-таки сколько стоит, он называет, но сейчас мне это я завтра принесу, хорошо, на завтра он приносит эту индульгенцию, он ему платит, значит, знаете, вот дубасить при всех, ну, это уже может, конечно, выход такой, но кто как воспринимал, вот такое и было отступление. Причем православные опять говорят, это католики, а мы говорим, простите, 1016 год, а разделение в 1054 году, значит, вы тоже католики, вот, ну, а потом уже в 1200 каком-то году инквизиция была применена, доминиканский орден и руководитель этого ордена Доминик архи-инквизитор стал, а знаете, инквизиция, переводно-русский и расследование, расследует, вот и все прочее, и стали сжечь. А вот при Петре Первом в православной церкви патриарх был устранен, патриарха больше не было с Петра Первого, где-то уже потом, лет через весь восстановили, и он дает приказ, преображенскому приказу, значит, приносить присягу при Петре Первом, а и все члены синода приносили присягу при Петре Первом, что все будут докладывать. И дальше дает приказ верховным священнослужителям докладывать, что было на исповеди сказано против государства. Вы понимаете? И что ж там осталось от Святой Руси? Ничего, все попрано, и исповедь попрано, и колокола снимали, и все прочее. И там один митрополит пишет, Батюшка Петр, Святая Матерь всю ночь плакала, что ты делаешь? Он пишет, Святой Отец, если к утру не перестанет Святая Матерь плакать, ты заплачешь. Перестала плакать. Вот такое творилось. Поэтому тезис «За Русь святую, за веру православную» эпид была в фикции, братья. Ну вот, посмотрите, Константина сделали равноапостольным. Проравняли к апостолам. А он такой жестокий был. Жену свою предал смерти, сына предал смерти, заподобил предательстве. До последнего года жизни был верховным жрецом языческим. И когда он умер, его клик у святых причислил церковь, а язычники клик у богов. Представляете? А теперь он равноапостольский князь и православный молится защити нас. А Русь восприняла вот эту веру в 988 году со всеми отступлениями. А князь Владимир теперь защитник перед правосудным престолом. Вы понимаете? А кто он язычник? Летописк пишет, что он был жестокий. Перед Идом Перуна много жертв приносил человеческих. Несколько жен. Рогнеду силой взял в жены. А потом заявал Корсунь город. Это вот около Севастополя есть теперь Херсонес. Может кто был. Это Корсунь не есть. И стал угрожать Византии. Отдайте мне царевну Анну в жены. А ты же язычник. Он принимает христианство, Рогнеду в изгнание и счастливый брак. Вот такое святотатство. А теперь он святой защитник перед правосудным престолом. Понимаете кто освященный братья? Лесадневский святой тоже. Действительно как Байрон пишет. Если на одной стороне медали написан герой, то на другой надо читать изверг. Вот такое полное отступление было. Вот это фиотирский пиет. Изавель. Ну вы знаете Изавель. Она кто? Жена Ахава. Родствою дочь сейдонского царя. Язычество так вошло, что стало главенствовать. Главенствовать над церковью. И вот тут все вот это полное смешение было. Да. И конечно это было самое страшное отступление. Вот опять обращаться к притче четвертая притча. То что там она очень короткая. Ибо царствие Божие подобно будет закваски которые женщина взяла и положила что в три меры муки доколе что не вскисло все. Вот опять православная в толковой Библии это внутренний рост царствия Божия. Да это не внутренний рост. Это действие закваски. Это вскисшее все подобие царствия Божия. Все Итак Пасха наша Христос заклан за нас. Посему будем праздновать не закваску и порока или лукаса но сопресниками чего? Чистоты и истины. Вот в этом плане братья мы особо должны боссовать. Поэтому вот это вскисшее христианс это до реформации. И реформация была необходима. Это не то что вот что-то случайное это назревшее к чему пришла вся история. Потому что над историей Бог наблюдает. И в реформации была это что возврат попраний вот который был попраний всего евангельского отсеять все эти наслоения и вернуться к первоапостольскому бытию и служению Богу. И поэтому уже реформаторская церковь мы читаем послание Сардийской церкви. Но посмотрите какое оно интересное. Ангел Сардийской церкви напишет так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд знают твои дела ты носишь имя будто жив но ты мертв. Братья вот это самое непонятное вроде хорошее такое действие и самое великое действие реформации что слово Божье стало достоянием людей. ведь вот у латинян у римлян на латинском языке только надо было совершать служение и Библия была золотыми цепями прикована к алтарю мирянин не имел права читать Библию только священник прочитать и столковать и Лютер и задался цель перевести Библию а до Лютера Виклев англичанин в 380 году перевел Библию в Англии так его за это анафеме предали но сжечь не успели он умер раскопали его останки и сожгли на костре вы представляете как дьявол не хотел чтобы люди знали Библию как дьявол не хотел и хотя в протестантизме много очень отклонений но самое главное слово Божье стало достоянием простого верующего но почему же ты сказано ты носишь имя будто жив но ты что мертв потому что сама реформация мы уже говорили не довела свою реформу до конца это была опять государственная церковь только немецкая отколовшаяся от Рима и опять где-то крещение и опять смертные приговоры нашим братьям Анна Баптистам о которых я уже вам говорил поэтому вот это носишь имя будто жив но ты кто мертв но впрочем впрочем четвертый стих у тебя в царь здесь есть несколько человек которые не сквернили одежь своих это вот те которые довели учение Иисуса Христа в полном его таком аспекте и до нас это были те которые восприняли пусть память о них будет особо священной ну какой какая пятая притча в священном писании кто помните царствие Божие будет подобно сокровищу скрытому на поле помните да и кто нашел это сокровище все продает покупает поле и вот действительно кто нашел это сокровище через Библию через Слово Божие тот все отдавал и жизнь отдавал чтобы прибыли это сокровище ну я наверное совсем сокращу вот эти два других толкования филдальфийская церковь это церковь восхищения такое классическое толкование это церковь восхищения и там посмотрите как ты сохранил слово мое то я сохраню тебя от годин искушения так многие толкователи в том числе Иван Геонидович Каргер говорит что это будет церковь восхищения великий скорбь не коснется но последний толкователь говорит что начало великий скорбь очевидно будет застанет церковь потому что раскрыть антихриста вот это 666 это должна церковь и филдальфийской церкви нет никакого нарекания а дальше ладикийская церковь и филдальфийская церковь шестая притча какая жемчужина помните да искатель жемчугов находит драгоценную жемчужину все продает вот эта жемчужина пусть будет нашей жемчужиной а ладикийский период мы его переживаем тут уже конечно носишь имя будто жив но ты мертв это многие многие но при том не надо думать что вот это братство оно все святое а вот это нет Иван Вениаминович очень интересно толкует сейчас филадельфиец и ладикийц сидят в одном собрании на одной лавочке рядышком братья мы вместе страдали мы вместе молимся трудимся но представать будем по одному пред Господом будем по одному представать братья и пусть Бог позволит нам вот самое главное святости хранить свое сердце и хочу еще перевести слово Филадельфия если вы кто знает перевод почему особое к этой церкви сказано Филадельфия в переводе на наш язык братолюбие поэтому пусть Бог нам позволит быть филадельфийцами и если даже с кем-то случаются трудности вы не смакуйте эти трудности не переносите их как что-то такое молитесь за тех кто впал в искушение и тогда мы действительно оправдаем вот это слово филадельфийц братолюбец слава Богу за все аминь во грехах бесконечных мир увез как трясенье с ним и грешник несчастный безнадежно погрязь милосердный создатель никого-нибудь от сына пострадания отдал чтобы выкупить нас скорбный путь до голгофы от ясли бифлеема он прошел и был распят мой спаситель крест крест и разрешил а мировую проблему по кресте разрешил сам и твой вечный вопрос вы знаете это четвертый век уже пятый он век захватил он говорит так если ты хочешь быть настоящим истолкователем священного писания научись прежде всего говорить не знаю так что иногда не надо бояться сказать что мы не знаем потому что не все нам открыто ну вот тут 72 псалом как понимать гадание принесу гадание это просто перевод такой перевод гадание то есть предание вот извечности там скорее так сказано не в смысле что гадать или некоторые вот слово божие употребляют как гадание что бог откроет это не делайте так вот только недавно буквально вот молились над душой которые нагадали вот так по слову больше она выйдет прекрасно замуж за одного юноша все прочее она взяла в себе и нагадали что через год дитя будет открыли как анна молись и все а потом трагедия была с душой слава богу что она сейчас освободилась от того злого духа ни в коем случае не употребляйте библию это не книга для гадания а книга для разумения для пути вот в этом плане пусть будет лука 13 20 21 на какой закваске здесь говорится закваска всегда символ нечистого так как вы бесквасны ибо пасха наша христос по всеми будем праздновать закваску и порокой лукаства но сопрестниками чистоты и истины правду православно с католиками опять расхождение значит произошло какое целебат филеокве евхаристия три пункта богослов целебат то есть безбрачие полное священство у католиков у православных в браке могут диакон прото диакон и ерей прото ереи состоять в браке а вот епископ архиепископ митрополит патриарх уже должны из чернористов из этих и хлеб у православных кислый они говорят что пресный хлеб это мертвые тела разошлись у католиков причащение вином только клир священники а приход они называют прихожане или миряне только хлебом православным хлебом и вином как бог избирает что положено в основу избрания ну вы имеете ввиду о предопределении кто это задает да восьмая глава кримлян двадцать девятый стих да избрание божие основано на предведении там прямо написано ково он предузнал а что дальше тех и предопределил да а там не тех а тем и предопределил быть подобными образу сына его вот что он предопределил кого он предузнал ведь он же всеведущий бог для него что вчера что сегодня что завтра он безвременный тем и предопределил быть подобными образу сына избранный а не то что кто-то ходит не знаю в какой одежде во греха а я не потеряю спасение вот в чем его предопределение но хочу сказать братья что православие вот это учение правильно истолковано открыватели московской духовной академии братья лихуды слышали таких нет это греческие два просветителя которые открыли грех латинскую славянскую академию у них есть труд определения читал и вот они правильно его толкует в противовес вот западному толкованию что избрание божие основано на предведение предвидение и мы так должны понимать святотатство поясните ну тать вор похищение святости вот это и святотатство то есть то что попирается святое если вы знаете ответе на вопрос в каком году прекратили детокрещение прекратили прекратили его никогда не прекратили до сих пор крестят что каком вошло году наверное да имеете ввиду ну хочу сказать что постановление до 342 года не было детокрещение отдельные только вот эти отцы церкви высказывали что надо крестить детей но это были высказаны а постановления не было на чем православная основа вот на высказываниях этих отцов церкви вдруг дитя умрет некрещенные но мы знаем что крещение не спасает а христос сказал что пустите детей ибо их есть царствие божие дети не судятся потому что вот даже гражданский суд он не судит несовершеннолетних если они даже совершили тяжкое преступление тем более божественный суд или вот есть такие категории невменяемые вот кто совершил преступления не в здравом уме их тоже не судит суд и детям не вменяется преступление пока они сознательно не творят грехов а когда стали сознательно творить то надо конечно им приходить к покаянию но я хочу сказать у нас есть абсолютные доказательства что постановление крещения детей еще в середине вот этого четвертого века не было почему Иоанн Златоуст выдающий толкователь Библии он был крещен двадцать лет вот эти три великих капотокийца Василий Великий его родной брат Григорий Низкий они крещены взрослыми но кто-то скажет а может они были неверующие нет у них и отцы и матери верующие дедушки и бабушки верующие вот дедушка с бабушкой это Василия Великого и Григория Низкого от децимператора в леса скрывались так если было бы постановление детей крещения они бы обязательно их крестили это говорит за то что не было детского крещения Григорий Неадзин тоже взрослый принял Амбросий Медиаланский удивительно в истории сначала был избран епископом а потом только принял крещение Августин Блаженный в двадцать восемь лет принял крещение а мать его Моника в ранг святых в католицизме возведена значит это говорит за то что не было детского крещения вот в четвертом веке а вот в середине начало уже притковаться и вот водворяться а вот тут в совершенных летах то есть стали называться анабаптистами вот анабаптисты это я вам говорил 1525 год но потом они не стали уже анабаптистами потому что анабаптистами называли перекрещенцы а они просто стали баптистами потому что они уже детей то и не стали yani крестить и стали баптистами 1525 год это все вот я не понял вопрос сначала д מйitten просто не крестили анабаптистом назвали их католики на смешку что они вот два раза крещения и притом Вот этот Кураев пишет, вы нарушаете никейский символ веры, исповедую единые крещения в оставлении грехов, а вы православных перекрещиваете. Мы тут должны очень хорошо понять, единые крещения. Какое оно единое? Какое оставлено образец Слови Божьей? Третья глава Матфея. «Приходит там креститель, проповедит, покайтесь, ибо привели старость небесная». Дальше. «Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся крестность Иорданская выходили к нему и крестились в Иордане, как исповедуя грехи свои». Вот это главное. А православные до сих пор крестят еретическим крещением. Даже взрослого поставят в детскую купель, покропят на нем, а у младенца крестик нарисует на лбу и на руках, кисточкой и счет, и все. А там крестились, это погружались. И когда Евнуха крестил Филипп, то сошли оба в воду, помните, да? И он крестил. Значит, это даже способ еретический. А тут Христос пришел креститься, и ему не надо было исповедовать грехи. Но он говорит, оставь, ибо так надлежит исполнить нам всякую правду. Он знал, что будут извращать, поэтому называл правдой это крещение. Вот оно, единое крещение, образец, а не то, что детское перекрестение. Самое главное в крещении – обещание Богу доброй совести, а младенец его не давал. Поэтому мы не считаем его крещеным. Мы крестим один раз по вере. Пусть Бог вот это скажет. Кто такие гидеоновые братья, да? Ну, братья – это просто люди. Они, в общем, деловые хорошие люди, они не священники. И они на это не претендуют. Но, любя Бога, они вложили средства, чтобы всем, кто захочет, имели Евангелие. Поэтому сказать, что они священники, мы не скажем. Сказать, что они плохие, мы тоже не скажем. Ну, вот, что не смог, простите, уже вот тут еще одна поступила. Кто такой был Андрей Первозванный и Алексей Пресвятой? Ну, Андрей Первозванный – это брат Петра. По Евангелиану он первый призванный, поэтому он Андрей Первозванный. А по истории он якобы дошел вот до этого Херсониса Таврического и там проповедовал. Поэтому православные считаются церковью Андрея Первозванного, понимаете? Ну, а это Алексей Пресвятый, это вот уже название святых стало. Вот Горохов опять говорит, откуда пошли названия? Ваше священство, ваше преосвященство, ваше подобие, ваше преподобие, ваше святейщество, ваше высокосвятейщество, владыка и все прочее. Когда Рябошапку на суд довели до императора, и там решили его допрос устроить, то входит патриарх, и ему сказали, встать, владыка идет. Вошел он к царю, говорит, я могу задать вопрос? Задайте. Я знаю, что, говорит, владыка князь мира сего. Знаю, владыка творца, а ты откуда явился, кто тебя поставил? И тот не нашел, чего ответить. И вот Горохов интересно спрашивает. Бог написан святой, а патриарх московский святейший. Поэтому, братья, вот это все наслоения, которые мы должны убирать и разумно людям разъяснять. Субтитры создавал DimaTorzok Время этой передачи подошло к концу. В этом часе мы с вами прослушали третью заключительную часть записи, беседы которую провел с братьями брат Евгений Никифорович Пушков. Ваше мнение о наших радиопрограммах вы сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эрия код 503, номер телефона 257-2193. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok